Вести Карачаева, Черкесия В последнее воскресенье ноября в России отметили один из самых светлых и семейных праздников – День Матери. Искренние слова благодарности в адрес прекрасных дам в преддверии праздника звучали и во Дворце культуры города Черкеска. Глава Республики Рашид Тимрезов вручил 19-й многодетной мамам почетный орден «Материнская слава». «Хочу выразить слова уважения и благодарности многодетным мамам. Без сомнения, вы достойны самых высших наград и самых теплых слов признательности. Уверен те силы и терпения, что вы вкладываете в своих детей, отразятся на их светлом и счастливом будущем», – сказал в своем выступлении. Глава Республики Рашид Тимрезов. «Дорогие мамы, вы выполняете важнейшую роль. Воспитываете достойных людей нашей республики и страны, бережно храня традиции и передавая их нашим детям. Многие из вас достигают успехов и на профессиональном пути, оставаясь хранительницами домашнего очага. Хочу выразить слова уважения и благодарности многодетным мамам. Без сомнения, вы достойны самых высших наград и самых теплых слов признательности. Уверен те силы и терпения, что вы вкладываете в своих детей, отразятся на их светлом и счастливом будущем». На состоявшемся в конце прошлой недели заседании с участием главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова обсуждены ход и темпы реализации мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, капстроительства и дорог в республике. Речь идет об объектах, которые строятся и ремонтируются в рамках федеральных нацпроектов, а также региональных программ, в том числе за счет средств регионального дорожного фонда. «По каждому объекту есть четкие сроки ввода в эксплуатацию, график выполнения производственных работ», отметил Рашид Тимрезов. По его словам, необходимо задействовать все имеющиеся ресурсы и механизмы для поддержки строительной отрасли и реализации намеченных проектов. В Думе правительства республики обсудили вопросы проведения капитального ремонта и оснащения общеобразовательных организаций в следующем году. Министр образования и науки республики Инна Кравченко акцентировал внимание на том, что в процессе реализации данного проекта у субъекта возникает ряд обязательств. Это оснащение школ средствами обучения и воспитания, включающие школьную мебель, автоматизированное рабочее место учителя, мебель для актового и спортивного залов, спортивный инвентарь, мебель для столовой, медицинский кабинет и гардеробная. Министр отметила, что в текущем году все 18 капитально отремонтированных школ были оснащены необходимым оборудованием. Инна Кравченко также отметила, что для каждой школы набор средств обучения и воспитания определяется индивидуально в зависимости от мощности учреждения и количества учащихся. Какова роль общественных советов, созданных при муниципалитетах нашего региона? Какую работу они должны вести на местах и как улучшить их деятельность? Эти и многие другие вопросы поднимались в ходе круглого стола «Роль общественных советов при муниципальных образованиях и итоги мониторинга», прошедшего в Общественной палате республики. Комментирует председатель Общественной палаты Елена Лешова. Того, как работает Общественный совет, во многом это отражает позицию муниципалитета. Чем активнее действует Общественный совет, тем более открыта позиция руководства исполнительной власти муниципалитета. Мы понимаем, что органы исполнительной власти, их деятельность контролируется со всех сторон. Но Общественный совет – это не просто орган, который осуществляет общественный контроль. Он подсказывает, он показывает, что сегодня актуально, какая задача стоит у населения. И органы исполнительной власти еще больше, соответственно, идут в контакт и решают поставленные вопросы. 29 ноября в 10 часов в Большом зале Дома правительства состоится очередная 42-я сессия Народного собрания Карачаева Черкесии, на котором будут рассмотрены несколько законопроектов, в их числе о республиканском бюджете на 2023 год и на плановый период до 2025 года, о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики на следующий год и на плановый период до 2025 года, а также о республиканском материнском капитале при рождении, усыновлении четвертого ребенка или последующих детей и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов. Более 220 километров газопроводов построено в республике за последние 10 лет. Это позволило газифицировать 40 населенных пунктов, что вдвое превышает показатели 10 предыдущих лет. В целом уровень газификации региона вырос до 82%. Первичный пуск газа был осуществлен в 9 населенных пунктах Урупского, Зеленчугского и Карачаевского муниципальных образований, в том числе на труднодоступных горных территориях. Вместе с тем в регионе будет построено 6 межпоселковых газопроводов для обеспечения 19 сел газом по программе развития газоснабжения и газификации республики. Инвестиции Публичного акционерного общества «Газпром» в газоснабжение и газификацию Карачаево-Черкесии до 2025 года составят 2,7 млрд рублей. В Тибердинском нацпарке состоялось межведомственное совещание по вопросам подготовки и проведения зимнего туристического сезона на территории курортов Домба и Тиберда. Особое внимание уделили тому, что услуги, оказываемые отдыхающим, должны в полной мере отвечать требованиям безопасности. Подробности сообщил министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Особое внимание мы обратили на оказание туристических услуг, то есть это в том числе предоставление услуг на горнолыжных склонах, то есть кто имеет право предоставить эти услуги. Мы обсудили вопросы о привлечении к ответственности лиц, которые оказывают эти услуги несоответствующим образом, так сказать. Дальше обеспечение инфраструктурой, обслуживание автодороги федеральной, которая ведет к курорту самому. Уборка снега, мусора и так далее. То есть самый актуальный вопрос, который на сегодняшний день стоят. Карачаево-Черкесию посетила делегация из Тюменской области. Гости обменялись опытом с нашими специалистами в сфере развития овцеводства. Они посетили откормочную площадку предприятия «Ставропольский фермер», а также завод по оберработке «Баранина» группы компании «Домотэ». С представителями регионального минсельхоза делегация Тюмени обсудила перспективы взаимодействия двух субъектов в сфере развития животноводства. В Прикубанском районе будет построено плодохранилище, рассчитанное на размещение до 10 тысяч тонн продукции. Работы проводятся в рамках реализации инвестиционного проекта «Новый сад». На участке в 30 метров севернее 78-го километра автодороги Лермонтов-Черкеск создается современная инфраструктура для выращивания сельскохозяйственной продукции. В частности, здесь ведется закладка сада на площади 200 гектаров и строительство мелиоративной и противоградовой систем. На сегодняшний день в общей сложности в Карачаево-Черкесии произведена посадка садов интенсивного типа на площади 800 гектаров. Такими предприятиями, как сады Карачаево-Черкесии, Прильбы-Руси, Трам, ХФХ Мичуринский и Архес Фрукт Логистик. По результатам Всероссийского конкурса «Регион для молодых», инициатором которого стало Федеральное агентство «Русмолодежь», 42 субъекта России получат субсидии на развитие молодежной политики в числе победителей Карачаево-Черкесии. Подробности сообщил министр по делам молодежи Республики Ибрагим Татаркулов. Федеральным агентством по делам молодежи был организован и проведен конкурс для комплексного развития молодежной политики Российской Федерации «Регион для молодых», который со своей стороны позволит создать систему непрерывного сопровождения и поддержки молодых людей. По итогам данного конкурса Карачаево-Черкесская республика вошла в число победителей и выиграла субсидию в размере 57,2 миллионов рублей, что со своей стороны позволит сделать существенный вклад в дальнейшее эффективное развитие молодежной политики в Карачаево-Черкесии и даст новые возможности для молодежи. В 2023 году на территории субъекта планируется открытие молодежного центра, в рамках которого будут реализованы актуальные для ребят мероприятия и площадки. Данное молодежное пространство позволит создать корпоративный университет, который включит в себя центр обучения в сфере легкой промышленности, который является актуальным для Карачаево-Черкесской республики, центр подготовки специалистов в сфере туризма, это гиды, экскурсоводы, инструкторы, что также в свою очередь не менее актуально для субъекта, чем первое направление деятельности центра. Следует отметить, что в рамках реализации комплекса мероприятий «Регион для молодых» на территории Карачаево-Черкесии в 2023 году планируется к созданию палаточный лагерь на 90-е место. Следует отметить, что полученные средства также пойдут на организацию и проведение крупных масштабных мероприятий, такие как военно-спортивный форум «Патриот», форум «Дни карьеры», комплекс мероприятий, североказский форум «Добровольцы», форум «Махар». 19 школ республики будут капитально отремонтированы в рамках регионального проекта модернизации школьных систем образования, госпрограммы развития образования в следующем году. В учреждениях пройдет большой комплекс работ, это и ремонт кровли, фундамента, потолков, ремонт фасадов и внутренние облицовочные работы. Будут заменены системы отопления, вентиляции, канализации, водоснабжения, систем пожаротушения и так далее. Кроме того, планируется благоустройство территорий и спортплощадок, оснащение мебелью и оборудованием, обновление учебников и пособий. В республиканской столице завершен запланированный на этот год ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В нормативное состояние приведены 27 участков общей протяженностью 13 километров. За время реализации данного проекта в городе приведены в порядок агломерации протяженностью свыше 50 километров. За три года обустроено 15 километров тротуаров. Кроме того, в Черкесске заменены 4 последних ламповых светофора. Также заменено и установлено более 200 дорожных знаков. В целях обеспечения содержания дорог республиканской столицы в зимний период коммунальные предприятия подготовили 14 единиц снегоочистительной, пескоразбрасывающей и другой техники. Завезено 11 тысяч тонн песко-соляной смеси. В Карачаевске продолжается реконструкция одного из крупных и старейших спортивных объектов республики – стадиона Савлук. Кардинальные изменения коснутся и трибуны, лестничных сходов и, конечно, футбольного поля с беговыми дорожками. Строители планируют завершить ремонтные работы к концу этого года, чего с нетерпением ждут любители спорта со всего Карачаевского городского округа. Об этом рассказал начальник отдела физической культуры и спорта администрации Карачаевского городского округа Альберт Сареев. Федеральный проект «Демография. Спорт. Норма жизни» идет строительство. Начало этого года уже полностью практически не останавливалось. На сегодняшний день основания поля футбольного где-то на 85% закончены. На следующей неделе уже будут стелить покрытие искусственное, ливневки, дренажные работы уже практически закончены. Также по периметру будут установлены освещения, воркаут-площадки. В Карачаево-Черкесском университете имени Умара Алиева полным ходом идет ремонт корпуса естественно-географического факультета, построенного еще в 30-х годах прошлого века. Важной задачей, которая поставлена перед строителями – сохранить первоначальный облик старого здания. Комментирует информацию ректор университета Таусултан Узденов. Мы очень надеемся, что к концу года, это запланированный период, мы сможем сдать это здание и уже с нового неучебного года, календарного года, наши студенты и преподаватели будут работать уже в новых эстетически вдохновляющих условиях нового факультета. То, что делается, должно вписываться в естественную природную архитектуру. С другой стороны, студенчество – это шаг в будущее, это молодежь, это трансформация, в то же время должно быть и модно соединить классику, традиции и желание идти вперед. Жители Карачаево-Черкесии могут принять участие в общероссийской акции в сфере инклюзии, приуроченной к Международному дню инвалидов, тотальном тесте «Доступная среда». Мероприятие направлено на привлечение внимания жителей России к теме инклюзии и доступной среды, а также улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья и других социально уязвимых категорий населения. Тестирование можно будет пройти со 2 по 10 декабря текущего года. В столице Карачаево-Черкесии будут проведены обучающие интенсивы для студентов вузов и СУЗов, в рамках которых молодым людям расскажут о тонкостях реализации проектов, направленных на развитие индивидуального предпринимательства и самозанятости населения. Подобный обучающий интенсив уже проходил в городе Черкесске. Комментирует информацию руководитель бизнес-интенсива молодежный предприниматель Белла Брантова. Я тесно сотрудничаю с центром поддержки предпринимательства, с центром «Мой бизнес» Карачаево-Черкесской республики и торгово-промышленная палата Карачаево-Черкесской республики. И данная идея у меня как раз-таки заложилась в тот момент, когда я с ними очень тесно работала. Целевая аудитория моего проекта – это студенты высших учебных заведений и среднепрофессиональных учебных заведений Карачаево-Черкесской республики. Мы планируем проводить в очном формате бизнес-курсы. У нас будет четыре направления обучения. Это изучение мер поддержки для малого и среднего предпринимательства, ораторское искусство в бизнесе, маркетинг и будет у нас социальное предпринимательство. В очном формате планируется обучение у нас 30 студентов, но рассчитываем на большее количество человек. В принципе, готовы принять порядка 40 студентов. В Карачаево-Черкесии из-за несоблюдения правил обращения с пестицидами пострадало более 8 тысяч саженцев клубники и 500 растений-огурцов. Комментирует информацию заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Никулина. В ноябре в Северокавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора поступило обращение по факту обнаружения химических ожогов листьев более 8,5 тысяч саженцев клубники и растений-огурцов после авиационной обработки полей в ауле Малый Зеленчук Хабецкого района. В ходе выездного обследования факты, изложенные в обращении, подтвердились. Установлены заказчик работ и исполнитель, которые нарушили требования. Так, население аула на границе участка не оповестили в средствах массовой информации. При обработке не соблюдалось необходимое расстояние от посевов сельхозкультур, употребляемых в пищу без тепловой обработки. Управлением Россельхознадзора, индивидуальным предпринимателям Тамбиеву и Аширову объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. В лесах республики стартовали биотехнические работы по зимней подкормке животных. С наступлением холодов обитатели леса сталкиваются с нехваткой пищи. В этот период традиционно начинается проведение биотехнических мероприятий. На территории общедоступных охотничьих угодий их проводят сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии на закрепленных угодьях охотпользователей. В числе наиболее эффективных биотехнических работ – подкормка. Основной кормовой базой, приобретаемой для подкормки, являются овес, кукуруза, комбикорм, соль и другие. Подкормочные площадки устраиваются на земле. Всесезонный курорт «Архыс» стал лауреатом национальной премии «Горы России». Он победил в номинации «Лучший горнолыжный курорт» Северокавказского федерального округа. Победители первой национальной премии «Горы России» определяли путем народного онлайн-голосования в течение месяца. Всего в конкурсе было заявлено 29 номинаций. Выбирали в том числе лучшие горнолыжные курорты страны, горные отели, банные и спа-комплексы. Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма России, продвижения культуры активного отдыха и является социально значимым событием в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Архэз является одним из лучших горнолыжных курортов не только Северного Кавказа, но и России в целом. Качество трасс, уровень инфраструктуры и туристического сервиса полностью соответствуют международным стандартам. В Невинномыске прошли краевые соревнования по боксу на призы главы города, героя Российской Федерации Михаила Миненкова, в которых принимали участие 280 спортсменов из регионов Северокавказского и Южного федеральных округов. Наши спортсмены в общей сложности завоевали 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. До новых встреч!